Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня, как я обещал в моем прошлом видео, которое вышло не так давно, я вам проведу экскурсию. Не очень большую экскурсию, в очень красивом месте. Ботанический сад. Сад-парк, на самом деле, для меня. Кстати, пишите в комментариях, что вам больше показалось, что это ботанический сад или это парк. Я это увидел как парк. Находится это в городе Пуэрто-де-Ла-Крус, очень туристическая зона, острова Тенерифе. Я живу на острове Гран-Канария, Испания, и остров Тенерифе это соседний с нами остров. Не так давно я там был, на несколько дней посетил это замечательное место. Будет большое количество растений, как всегда вырезаю кадром в мой голос. Расскажу вам краткую, буквально там минуту, историю, как все это появилось. И потом просто полюбуемся на растениях, какие-то названия буду говорить, какие-то мысли о них. В общем, все как обычно, все как обычно, все как мы привыкли. Поэтому всем, кому интересно, берите чайок, кофеек, какую-нибудь вкусную булочку, семечки и приступаем к нашей экскурсии. Поехали! Так, друзья, мы едем сейчас, едем, 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 подъезжаем к этому замечательному месту. И пока мы едем, расскажу вам немного истории его образования, как оно появилось. В 18 веке Карл III, это испанский монарх, да, был в свое время такой монарх. Он был очень большой любитель импортной флоры, очень любил растения. И он организовал, по его приказу был организован данный ботанический сад для акклиматизации поступающих из тропиков растений. Была выбрана эта зона, так как она схожа с тропической, да, растения не будут сильно стрессовать. И когда они акклиматизируются, их уже будут перевозить в дома знати в Мадриде и в прочих других городах Испании. Но, вы знаете, несмотря на все попытки акклиматизации, большинство растений так и не приживались. В мадридских домах, в домах знати, но прекрасно себя начали чувствовать здесь, на этом острове. Посмотрите, какой огромный лист, да, филадендроны огромнейшие. Многое из этого мы увидим сегодня. Так вот, этот парк был изначально ботанический сад, создан для этого, для акклиматизации и для адаптации растений. Но, благодаря Карлу III, этому чудесному монарху, мы получили с вами это замечательное место, которое мы сегодня с вами насладимся. Ботанический сад акклиматизации растений. Такие чудесные, вы можете видеть здания тоже, это очень туристическая зона. Порто-де-ла-Крус, сюда приезжает большое количество туристов. Очень-очень много людей здесь отдыхает всегда. Сам парк этот небольшой, я буду продолжать называть его парк. 200 на 100 метров, это такая прямоугольная форма. Но в будущем, вы знаете, вот сейчас уже фактически будущее настоящее, ведутся работы по его увеличению, по расширению масштаба в два раза. Если вы можете видеть парк и карту, мне дали на входе, вход платный для резидентов. Кто же проживает на Канарских островах, 2 евро. Для нерезидентов 3 евро. Посмотрите, какие огромные тилансии. Испанский мох, это называется тилансия. У него есть еще научное название тоже. Потрясающе красивые. Здесь будут лилии, также будет большое количество папоротников, большое количество аллоказий. Посмотрите, какие потрясающие платы цериумы. И также меня удивило большое, огромнейшее количество различных бромелевых растений. Все, что только можно душе пожелать. Там различные гусмании и прочие будут. Посмотрите, какая красота. На самом деле, процентов 30 парка, это бромелевые растения. Они будут и в цвету, я вам покажу. Конечно, я не стал проводить полную прогулку по парку, потому что это было бы на 2,5 часа. Я примерно там так и провел 2,5 часа, не меньше в этом парке. Посмотрите, насколько пышно все. Глоанемки на ветру колыхаются. Но я решил заснять самые интересные моменты, на мой взгляд, самые интересные зоны данного парка. Здесь есть такие своеобразные два коридора. Они под открытым небом. Растениям прекрасная циркуляция воздуха здесь. Высоченная влажность воздуха. Смотрите, аглоанемы, различные филадендроны. Вот этот потрясающий красавец. Растут под открытым небом. Фактически, как бы мы их могли наблюдать в их природных условиях. То есть, растения, которые были привезены из тропиков, дабы потом акклиматизировать их. И многие экземпляры, конечно, не с 18 века они здесь растут. Это потрясающий антуриум. У нас называется как антуриум табакон. Эпипремнум сэбублю. Посмотрите, какая роскошь. Когда он начинает расти на опоре. Как вы можете видеть, они все цепляются к стене. Нет никакого там столбика из мха, ни кокосового, никакого столбика. Все цепляются сами к стене. У стены шуршавая поверхность, как я вижу. Такой необработанный материал. Ничем не покрытый. То есть, как пусканического прохождения, как я понимаю, этот материал. Стены из него сделаны. И прекрасно они к нему цепляются. Эти антуриумы шикарнейшие. Посмотрите, какая роскошь. Друзья, не буду сильно бросаться названиями. Честно сказать, большинство растений здесь представленных. Я могу различить, кто из них антуриум, кто из них филадендрон. Были там таблички, конечно же. Но так как голос я записываю сверху уже к видео, так как я не знал, насколько оно будет долгим, будет ли оно в целом интересно, буду ли я его публиковать. Поэтому таблички я не разглядеть. Нет, я не разглядеть. Эти таблички разглядеть я не могу. Тоже вот такая красота. Посмотрите, какие мощные, интереснейшие растения. Красивейшие филадендроны. Антуриумы также будут. Также будут здесь пальмы различные. Смотрите, вот верукосум. Огромные листья у него красивые. Небольшой филадендрон, но красивый очень. Небольшой я имею в виду здесь. Так-то он растет огромными кустами. Также здесь вы можете видеть спатифилиумы высажены. Еще вот такие тоже красавцы. Все это плетется по стенам, по натуральной такой основе. Листья резные, света у них здесь большое количество. Также здесь есть небольшие балки. Посмотрите, вот на эту роскошь, на этот филадендрон. Посмотрите, какая красота. Какие огромные, бархатистые у него крупные листья. Вы можете на мгновение останавливать камеру. Периодически эти таблички видны, чтобы прочитать для себя название, кто хочет. Я, конечно, их читал, но позабывал. К сожалению, неприсеемые любви к растениям. Все количество растений. Ну, возможно, можно держать. Наверное, люди, которые действительно профессиональные ботаники. Они знают. Я в основном знаю. Сансеверии могу назвать по именам. И сейчас еще оглаанемы какие-то начал узнавать в лицо. Смотрите, вот, кстати, Монстера Альба. Не знаю, как давно она появилась. Потому что, в целом, Мастера Альба не так давно существует. Да, наверное, ну, может быть, лет 10-15 назад, как она появилась на рынке. Но вот, видимо, уже давным-давно она здесь живет. Потому что экземпляр очень большой. Алаказии тоже здесь растут. Сейчас я вам покажу еще вот такой филотенгрон. Тоже своеобразный, необычный. Посмотрите, какие у него листья. Вот, я говорю, можете останавливать и пытаться там разглядеть название, если что. Либо использовать поисковики с названиями. Сегодня просто мы отдыхаем. Мы просто вышли погулять. Видите, тоже какие красивые. Так вот, здесь есть такие две зоны, где активно высажены ароидные. Мы по ним пройдем. В них есть такие своеобразные балки. Потому что это как своеобразные коридоры выглядят. Вот еще вот такой филотендрон интересный. мартианум. Антуриум этот, кстати. Антуриум плодоносит сейчас. Он цвел. Сейчас я вам покажу, кстати, его плоды, как они выглядят. Вы знаете, я этот антуриум проращивал из семян. И он у меня взошел. Я подобрал несколько плодиков в одном их садовых центрах у нас на острове. И он у меня взошел. Но потом у меня было всеобщее расхламление. У меня иногда такое бывает, когда я все какие-то стаканчики, ложечки, поварешечки, это все пытаюсь кому-то раздать, подарить. Я от них устаю. Смотрите, вот так выглядят его семена. И я эти семена отдал. Проросшие уже. Было несколько семян. И они были проросшие моим приятелям. Я отдал. Не знаю, как они поживают. Надо спросить. И вы знаете, что-то у меня опять чешется моя рука. Хочется засунуть эти семена в карман. И снова попробовать их прорастить. Но в этот раз я хочу прорастить их в амхе. И забегая вперед, скажу, что я взял семена отсюда. Этого филодендрона. Посмотрите, какой огромнейший, потрясающий лист. Потрясающая красота. Не филодендрона, семена аантуриума. Взял семена и посадил в мох. Посмотрим, что из этого получится в этот раз. Будет очень интересно. Обожаю такие места, когда растения именно высажены в натуральном своем виде. Так сказать, натуральной формы. Вот тоже потрясающий аантуриум. Посмотрите, какая красота. Да, и листья, несмотря на то, что там они покоцаны кое-где, поеденные, возможно, клещом, все равно это интересно увидеть, так как можно представить, как эти растения выглядят в природных условиях. Потому что в каком-то тропическом лесу их тоже никто не травит у никакого клеща, еще чего-то. Как максимум муравьи им помогают. Вот, кстати, филадендроны имеют такое особенно. Друзья, кто не знал, они выделяют своеобразный липкий сок. Это не значит, что они больны. Этот своеобразный липкий сок, они его выделяют так, как они привыкли в природе этим соком приманивать муравьев. Они кормят этим соком липким муравьев. Зачастую это, кстати, на нижней стороне листьев образуется этот сок. Они им кормят муравьев, и муравьи, своим образом, отплачивают им, отгоняя от них вредитель. То есть, если какой-то вредитель нападает на растение, муравьи его защищают. Да? Растение. Также, если у вас появились такие капельки, возможно, это признак того, что растение, либо просто чувствует себя как в природе, да, либо это какой-то знак, что есть где-то вредитель, и стоит посмотреть. По крайней мере, это растение, либо рядом с ним стоящий. Кстати, была хамедорея. Очень красивая. Вот Philodendrum gigantum. По разному его произносят на латыни, но, так сказать, Philodendrum gigantum. Смотрите, какая тоже мощь, какая красота. Чем выше он растет, gigantum, я могу разглядеть название это, а чем выше он растет, тем листья становятся все крупнее. Посмотрите, какая красота. Нереальное абсолютно растение. Нереальное. Это, кстати, мы уже своими во втором коридоре. Вот такие аллаказии тоже интересные. Тут название Philodendron. Как я понимаю, который растет по стене, мы его сейчас посмотрим с вами тоже. Этот Philodendron. Вот так, вот этот Philodendron, который растет здесь. Смотрите. Красиво, очень красиво. Натуральная природа. Здесь даже марантовые они высадили на свой страх и риск. А, конечно, марантовые, особенно в наших условиях, друзья, где у нас постоянно трипс и клещ. Ну, вот вы можете видеть, да, как листики поедены. Хотя много листьев выглядят прекраснее, чем у большинства из нас в квартирах, когда мы их выращиваем, да, со всеми, все 33 удовольствия, все 33 условия им предоставляем, и выглядят они хуже, чем здесь на природе. Папоротники. Папоротников, как я уже сказал, будет очень много. Сингониум. Кстати, насколько, посмотрите, резные у него становятся листья у Сингониума. Чем старше он становится, посмотрите, какие просто лист в листе, да, как будто бы голова, уши резные. Очень своеобразно. Антуриумы обычные, да, такие цветущие. Мужское счастье называется, да, в народе это растение. Папоротники. Так, я стараюсь концентрироваться в каких-то моментах, да, чтобы показать целую картинку. Вот вы можете видеть здесь снова монстеры, оплетающие стену, растущие вверх. Глаза разбегаются. От такой красоты хочется все успеть снять. Снова этот Сингониум интересный. Очень крупный. Хотя, может быть, и не Сингониум, кстати, это был по форме роста. Хотя Сингониумы тоже бывают такие разнообразные. Алаказии огромнейшие. Вот тоже очень красивый филодендрон. Смотрите, какой. Какие у него мощные большие листья. Конечно, в основном здесь представлены растения, которые не для квартир, да. Так, кстати, Аглоанемки тоже интересные. Филодендрон. Смотрите, какой мощный. Кстати говоря, пытался искать Аглоанемы. Это как я в последнее время ими очень увлекся. И часто показывают садовые центры. И, ну, не через одного, но часто мне пишут, Николай, почему вы не показываете Аглоанемы? А где же Аглоанемы? Как мне сказали здесь, я был в порядке десяти. Кстати, вот смотрите, Монстер Альба снова. Я был в порядке десяти садовых центров здесь. И ни в одном я не нашел ни одной, даже самой банальной, какой-нибудь Марии Аглоанемы нет. И в одном, вы знаете, садовом центре я спросил. Кстати, вот лежит плод. Ой, про плод надо тоже рассказать. Столько у меня интересностей. Я этот плод подобрал, вы знаете. Я в итоге его взял себе. Потому что я думал, может быть, в нем есть семена. Монстеры Альбы, представьте, плод с семенами Монстеры Альбы. Но семян в нем не было. Потом я почитал, как его есть. Потому что плоды Монстеры, они очень... Кстати, про Аглоанемы сейчас расскажу дальше. Плоды Монстеры, они очень вкусные, говорят. Но их нужно уметь есть, так как в кожуре этой Монстеры плода содержатся яды, которые могут нанести сильнейшее повреждение слизистым оболочкам. Если они попадут там в рот, на язык, еще куда-то в желудок и все прочее. То, в общем, конец может наступить, да, такой печальный. Поэтому я ее очень аккуратно взял. Она у меня полностью созрела, да, этот плод. Я его разобрал, вы знаете, и попробовал буквально на язык. И он, как у меня, начал щипать язык. Нереальное жжение началось. На кончик языка. Благо, я не проглотил кусочек, потому что разделяю его, там получаются такие небольшие сегменты. Аромат стоит от этого плода нереальный, когда он уже созрел. Потрясающий аромат. Пахнет что-то между кокосом, ананасом и манго. Вот такой запах. Вы можете себе представить, как такая пинья-калада. Потрясающий аромат. Но пока я отделял эти чешуйки, покрывающие плод, у меня очень сильно начали чесаться и печь пальцы тоже. То есть, я понял, что я не знаю, как уж его едят. Может быть, монстыры Альбы плод не съедобен, а у обычной, дликатесной монстыры съедобен. Калифы, кстати, растут большие. Но, вы знаете, благо, я не поспешил. Я долго промывал рот после этого. Не стал, в общем, нельзя верить всему в интернете. Хотя, насколько я знаю, эти плоды едят. Я сам видел людей, их едящих, ну, в интернете исключительно. Да, я их видел, людей таких, которые ели эти плоды. Но, в итоге, вы знаете, я ее выкинул в мусорку, этот плод. Выкинул его в мусорку. И еще, на следующий день я только вынес мусор. И этот плод пах на всю квартиру. Аромат стоял нереальный, тропическими фруктами. Вот такое вот удивительное растение. Это монстера и ее плоды. Так что, друзья, если вы увидите когда-то, что плод съедобен, будьте очень аккуратны, очень аккуратны. Ихмея. Вот такая, как я уже сказал, бромелевых очень много. Смотрите, вот это прям идеально показало ее название. Камера зафиксировала вот такой папоротник. Также здесь растут огромные фикусы. Я вам тоже покажу их корни, которые из корней превращаются просто в какие-то деревья. Потрясающие, невероятные. Здесь, кстати, интересная зона, в которой расположено большое количество тилансий, воздушных растений. Очень приятно и интересно на них посмотреть. Очень красивые экземпляры. Большое количество также, опять-таки, как я уже сказал, бромелиевых. И также здесь висят... Вот это растение, я не знаю, насколько я понимаю, это либо... Ну, навряд ли это хоя, конечно. Да, я не думаю, что это хоя. Но сначала я почему-то подумал, что это может быть хоя такая красивая. Смотрите, какие тоже потрясающие растения. Очень и очень много красоты. Все это так эстетично расположено. Вы знаете, что прям душа радуется, когда ты смотришь на все эти фотографии... Ой, на все эти изображения. Не на фотографии, а на изображения. И просто восхищаешься. Смотрите. Очень и очень красиво. Такой, кстати, очень необычный антуриум здесь тоже растет. Посмотрите, какая роскошь. Под весном хошпоро растет данный антуриум. Да? Вы могли его видеть. Я сейчас его поближе еще покажу. И, кстати, у него тоже созревают семена. И вы знаете, я тоже взял несколько семян данного антуриума. Все равно они здесь висят. Я не думал, что их как-то кто-то будет размножать там. Да, или что-то. Вот так просто они легко отделяются. Пару семян я себе, как юный, не совсем уже, но натуралист, ботаник, я взял себе на пробу. Не стал что-то там прям вырывать все. Ну вот пару семян я взял. Тоже пытаюсь их сейчас проращивать вместе с другим антуриумом во мхе. Посмотрим, что из этого получится и получится ли. Пепперомии. Большущий вкус какой. Смотрите, красивый пепперомии. Очень ярко и очень и очень зелено. А, про Глаанема не договорил, кстати говоря. А про Глаанема мне сказали, что воз их на острова запретили. Запретили воз Глаанем на острова. Причину никто не знает. Возможно, кто-то, какой-то молодец ее решил съесть и получил отравление или еще что-то. Ее запретили возить. То есть, если на континенте их еще можно найти, купить как-то, то на островах, друзья, у нас нельзя. Вот такое я нашел себе новое увлечение. Вовлечение Глаанемами, да, как всегда. Что-то попроще, что я увлекаюсь сансевериями. Кстати, про сансеверии будет несколько обзоров. Хочу показать, как мои сансеверии себя чувствуют к концу лета. Хочу показать их. Хочу еще сделать обзор по моим, по комнате, где у меня стоит большинство ароидных. Кстати, друзья, напишите, что вам будет интереснее сначала посмотреть. Обзор про сансеверии или обзор про ароидные. Про комнату, где большинство из них стоит, не все, но многие. Либо обзор по всем моим сансевериям. Вот такая красота тоже. Цветет, стоит. Растет. Все они посажены в грунт, как вы видите, да. Никаких здесь нет вершочков. Единственное, что есть таблички подписанные. Здесь явно поливали. Потому что такое ощущение, что прошел будто бы дождь. Но дождей у нас нет уже очень давно. Поэтому, но лужи есть. Различные платицериумы. Обожаю платицериумы. Одни из моих. Я вообще в последнее время очень люблю папоротники. К сожалению, большинство из них разрастается очень сильно. Поэтому я не завожу себе новые экземпляры. У меня есть несколько, кстати, платицериум. Про мой платицериум спрашивали, как он себя чувствует, который я переводил на доску. Он хорошо себя чувствует. Хорошо растет. Дает и покровные листья, и спороносные листья дает тоже. То есть очень-очень хорошо себя чувствует. Вот этот папоротник мне тоже нравится. Я бы с удовольствием себе такой завел. У него жесткие листья. Он похож чем-то на папоротник крокодил. Но листья более жесткие. Посмотрите на эти корни. Которые, доходя до земли, дорастая до земли, становятся просто стволами. Это корни фикусов. Видите, какая мощь. Нереальная. Фикус макрофила. Данный фикус макрофила. Крону я не имею смысла показывать, так как она очень высоко. И смотря вверх, там солнечно, мы просто все равно ничего не увидим. Просто будет затенение, да, изображение. Монстера огромная тоже. Ну, от листики этого фикуса вы можете видеть. Видите, какие красивые резные листья. Монстера деликатесная. Огромнейшие листья. Просто потрясающие растения. На самом деле, настолько уже стали эти растения банальными. Но все равно, насколько же они красивы. Мне кажется, они заняли. Кстати, вот тоже плод растет. Видите, такой плод. Такой ни в коем случае вообще есть нельзя. Да, он должен отпасть. Как минимум, мы его должны отломать, когда он уже хорошо созрел. И потом ждать еще, бог знает сколько, пока он не начнет отделять сам вот эти вот свои небольшие чешуйки. Ананасы с плодиками. Небольшие плодики. Не знаю, насколько они съедобны. Возможно, это просто декоративные ананасы. Вот это дерево тоже было очень необычное. Посмотрите, какие у него плоды. Посмотрите, какая интересная форма. Форма похожа на грушу, на самом деле, не особо интересная. Но необычная само растение. Главное, это не груша. Пальмы огромнейшие. Пальмы. Такие дорожки из выстриженных околив. Вот тоже, посмотрите, какая красота. Цветух. И растения. И очень интересные у них цветы. Вы знаете, как будто бы восковые. Как будто они натертые воском. Такие небольшие-небольшие фрагменты. Вы видите? Удивительно. Даже на камеру видно, что они такие, как восковые. Вот тоже как цветет. Такое, конечно, в магазине навряд ли увидим. Мы, да, это природное цветение. Смотрите, какая роскошь. Это все различные бромелевые. Их было очень много. Как я уже сказал, даже, ну, смотрите, вот еще вот такое. Листья похожи на листья, знаете, какого-то алюминия. Они переливались таким серебряно-розовым цветом на солнце. Это было очень и очень красиво. Можно вот возле такого растения стоять. Просто, знаете, такой цвет изобрела природа. Да, вот эти все дизайнеры там модные. Они все из природы ведь черпают вдохновение. Потому что эти все цвета, они просто, так сказать, в фантазии не появятся у кого-то. Это все было создано природой. Вот эти антуриумы, которые тоже я, как я уже сказал, проращиваю семян. Очень мне нравится этот антуриум. Он очень красивый. У нас их продают, но вот такими, опять-таки, огромными. Да, мне, конечно, такой огромный ставить негде. Да мне и маленький ставить негде уже, вы знаете. Я уже не знаю, что делать. Моя любовь к растениям, она сильнее меня. И как я не стараюсь с собой бороться и не заводить новые. Правда, я очень сокращаю покупки свои. И беру, наверное, десятую часть из того, чтобы я хотел купить. Но все равно места все меньше и меньше у меня, друзья, остается свободного. Я же еще при этом пытаюсь какую-то эстетику соблюдать, чтобы это было не просто наставлено, но еще как-то красиво. Поэтому, уф, как мне сложно бывает. Ну, дай бог, чтобы это были самыми моими большими проблемами в жизни, да, как расположить красиво растение. Видите, вот такое тоже цветение необычное. А вот тут, видите, больше солнца она получает, и она прям розовая становится. Листья розовые становятся у данного растения. Сейчас мы прогуляемся немного по такой своеобразной аллее с папоротниками для всех любителей этих растений. Я себя тоже отношу к их числу. Раньше я, вы знаете, абсолютно не увлекался папоротниками, был к ним равнодушен. Но последнее время как-то они покорили мое сердце. И действительно, они очень и очень красивы, и именно дают ощущение такого леса. Не обязательно прям тропического, но ощущение леса в квартире они создают. И это очень смотрится привлекательно. Вот эти вот их ваи свисающие. Здесь такой своеобразный протекает, как я понял, ручеек человеческих рук творения. И он тоже помогает создавать высокую влажность воздуха. Как я сказал, все названия подписаны, все на латыни. В любом случае, на русском языке наверняка они будут называться в измененной форме. Поэтому я даже не буду пытаться ломать себе язык, называя их. Я мог, конечно, выписать их, но, увы и ах. Так, смотрите, вот панданус огромный такой растет. Это ствол пандануса, а под ним растут стрелицы. Очень красивые стрелицы, тоже с цветением. Кстати, на этой рифе я увидел целые поля стрелицей. Их выращивают для цветов. Я видел, как срезают цветы, и там прям, знаете, целые поля. Вот как поля картошки, например, да, мы можем увидеть. Так вот тут поля стрелицы. И эти цветы идут потом на продажу. Вот тоже потрясающее цветение. Решил немного свернуть от папоротника, чтобы вам его показать. Посмотрите, какая красота. Очень красиво цветет это растение. Кора какая своеобразная такая прям. Сморченное-сморченное дерево, да? И складками прям. Так, я уже сказал, в этом парке провел несколько часов, потому что было очень интересно. Кстати, в этот парк разрешен вход с животными. То есть, друзья, если кто когда-то решит приехать, вы можете зайти сюда со своей собачкой, если она с вами будет. Без проблем. Юки огромные тоже растут. Какие стволы толстые. Дроцена. Смотрите, какая Дроценка. Тоже 3,5. То есть, 4 метра в высоту Дроценка. Пройдем еще с вами. Снова вернемся к аллее с папоротниками. Как я уже сказал, данный парк, сейчас он 200 на 100 метров, получается, в форме прямоугольника. И хотят увеличить до 400 метров длину. То есть, я представляю, что это будет в 2 раза больше, и наверняка это будет прямо-таки. Наверное, вход в цену поднимут, да? Но, в любом случае, оно того стоит, чтобы посмотреть, что они здесь высадят. Так как видно, что растения не обновляются. Вот мусса цветет. Данное растение называется мусса. Посмотрите, какая красота. Какие у него интересные цветы. Как когти дракона, прям такие, знаете. Или тигра какого-то бенгальского. Очень красивое растение, тоже своеобразное. Поэтому, возможно, в будущем я вернусь на открытие. Или, может быть, не на открытие прям, но вернусь и посмотрю, что же сделали с этим парком. Хочется, конечно, увидеть такую мощь. И тоже надо будет снять на эту тему видео об этом парке, если я сюда снова вернусь. Вообще, в целом, Тенерифе мне очень понравился этот остров. Второй раз я на нем. Вторая моя поездка. Очень доброжелательные люди. Огромные порции с едой. Вы не представляете, да? Мы про парк, но буквально отвлекусь немного. Огромнейший. И часто сами официанты предлагают взять полпорции. Потому что ты берешь порцию, и там реально на четверых одна порция. И, кстати, достаточно адекватные цены. Еще вот такие папоротнички красивые. Прямо такие композиции, да? Они среди этих скальных таких пород. Вулканических пород. Очень красиво смотрятся. Ролдана. Данное растение называется. Муса. И дальше идем прогуливаясь. Как я сказал, посмотрите снова на эти корни. Корни фикуса. Этому фикусу я не удивлюсь, что Карл Третий, знаете, я ходил, смотрел на него. Как он здесь рос, этот фикус. Может, посмотрите, насколько огромные, да? У него корневые системы, которые реально превращаются в стволы. И эти стволы из корней помогают ветвям, которые, да, весят немерено. Сотни и сотни килограмм весят их ветви. Помогают им держаться и не заваливаться. То есть, как своеобразные натуральные опоры. Удивительно. Вот эта вот вещь, это не был ствол изначально. Это был корень, который превратился в такой огромный ствол. Такая тоже красота здесь растет. Смотрите. Ага, вот здесь небольшая зона с укулентами. Мы сейчас к ней с вами подойдем. Тут растут, кстати, интереснейшие. Это не самые большие. Еще будут повыше цилиндрики. Посмотрите, какие огромные цилиндрические сансеверии. Огромнейшие агавы. Алоэ. И прочие. И прочая красота. Прогуляемся, посмотрим. По этой зоне. Вот алоэ налево растут очень красивые. Да, посмотрите, какое огромное прям дерево из алоэ. Здорово. На фоне цветущих бромелиевых. Роскошь. По виду, как, знаете, такой бабушкино алоэ. На самом деле обычное, да? Но в своих таких нереальных масштабах. Вот тоже удивительное цветение. Посмотрите, какой огромный цветонос. Потрясающе красивый. Люди ходят. Не так много людей. В целом, не так и в Испании много людей, увлекающихся цветочными культурами. Да, именно такими декоративно-лиственными растениями. Или еще чем-то, к сожалению. Мне кажется, на просторах СНГ, возможно, из-за климата, что полгода зима, да, все-таки люди более склонны разводить цветы и больше ими увлекаться, мне кажется. Тут это не такая практика популярная. Вот агава тоже очень интересная. Посмотрите, какая крупная. Очень мощная. Так, что здесь еще у нас растет? Эти кустики цветущие. Эфорби Амиля. Кстати, у меня есть один знакомый, который собирает эфорби Амиля. Что-что? Это юка цветущая, посмотрите, какая огромная. Никогда бы не подумал, что кто-то может собирать и форби Амиля. И у него порядка 20 или даже больше различных сортов. Они особо ничем не отличаются, только цветочками. Но вот человеку очень нравится. Я ему присылал видео, показывал все свои сорта. И это, конечно, удивительно. Чем только мы не увлекаемся. Посмотрите, какие цилиндрические снова сансеверии. Огромнейшие, крупнейшие экземпляры. Пальмы. Третья, вот там еще вот такая есть, поменьше. Но тоже очень интересная такая раскоряка, да. И вон те, конечно, стволы, растущие из земли. Это просто космос. Такими сансевериями можно прекрасно украсить дом минималиста, да. Потому что они очень лаконичны и очень красивы. Здесь также есть несколько небольших прудиков, которые я вам сейчас покажу. Пальмы, пальмы. Большое количество пальм. Даже пальмы по 100 лет. Вот здесь есть прудик с рыбками кои, с карпами с этими. Лилии здесь цветут. Циперусы. Все как надо. И вы можете видеть, да, под какой сенью мы ходили. Под сенью этих крон. Сень крон этих фикусов. Удивительно красивое и необычное зрелище. Смотрите. Очень чистый парк. Все это очень хорошо соблюдается. Вся чистота, да, порядок. Все растения в идеальном состоянии практически. Вот Замия очень крупный куст был на вашем экране. Цикос. Тоже. Хлорофитумы. Хлорофитумы, как вы можете видеть, тоже растут под открытым небом. Чувствую себя прекрасно. Вот очень интересный, необычный плод. Посмотрите, я увидел растение. Плоды такие своеобразные. Называется оно Артокарпус. Артокарпус данное растение с удивительно своеобразными плодами. Да, пальмы и прочие растения. Все дорожки здесь выложены в такой геометрической форме. В принципе, куда бы ты ни шел, сворачиваясь с одной дорожки на другую, в принципе, ты всегда попадаешь в одно и то же место. То есть здесь не потеряться, да, здесь нет каких-то таких просто тропочек или еще чего-то. Здесь все распределено в геометрической форме. Вот снова эти плоды. Я, как вижу, уже левый готов к созреванию. Плод очень своеобразный. Продолжим еще с вами наше движение. Вот я хотел вам показать еще эпипремнум. Эпипремнум золотистый. Когда он растет на опоре, когда его корням нет никакого ограничения. И вы видите, во что он превращается. Внизу можно видеть маленькие его листья. Да, вот видите, веточки, которые опускаются вниз, которые не идут на опору. И как выглядят его листья, когда они поднимаются по опоре. Они становятся резными. Постепенно начинают резаться. Да, и это очень красиво. Банан. Плодики банана висят. Вот это растение тоже очень необычное. Не скажу вам его точное научное название, но это растение очень популярно в Азии. И часто в блогах, не в блогах, а в профилях азиатских инстаграммеров, так сказать, назовем их так. Я вижу эти растения в горшках. Часто выращивают и показывают эту красоту. Продолжаем с вами наше движение. Прямо такие заросли тропические. Все, что хочешь, да? Вот тоже очень красиво цветет данное растение. Смотрите. Дуровски. Да, конечно, когда я хожу по садовому центру, я более уверенно называю название, так как растения комнатные, к которым я привык, а здесь все-таки такое уже, знаете. Если кто из вас, смотря это видео, может назвать все растения, то можете просто гордиться собой. У вас очень хорошие знания в плане ботаники, потому что мир природы, он настолько огромен, настолько разнообразен. И знать все довольно-таки сложно. Карделинки небольшие растут, смотрите, куценькие такие, яркие розовые пятна. Вот, посмотрите, какой папоротник мощнейший тоже. Наверняка можно раздобыть его версию в миниатюре, да? Ну, посмотрите, во что это может вылиться, во что это может вырасти в будущем, да? Посмотрите, снова куст. Теперь это сансеверия зейланика. Очень крупный, разросшийся тоже куст зейланики. Красивое растение. Кстати, самая банальная сансеверия, самая такая избитая, можно сказать, но при этом, мне кажется, она все равно одна из самых красивых. И даст фору любым новомодным каким-то сортам, потому что она очень высокая, статная, с яркими этими кожистыми, такими темно-зелеными листьями, которые значительно светлее, когда они молодые, да? Смотрите, аспидистры тоже посажены. А вот, кстати, с ней тоже соседка, ее тоже признанная. Синьор сансеверия лауренти. Хотел сказать, сеньора сансеверия лауренти. Такая тоже здесь растет. Опять эти мунсы. Мунсы здесь кругом эти посажены, очень красивые. Смотрите, какого размера достигают данные асплениумы. Вы видели, какие они мощные. Такие люди расставлены на расстоянии трех метров двух от друга. Как будто специально расставили здесь. Вот, посмотрите, какой потрясающий варегатный инжир. Это фикус, да, инжир это фикус. Посмотрите, насколько у него красивые листья. Это просто что-то с чем-то. Посмотрите, каждый лист это просто как произведение искусства. Я бы с удовольствием себе такой инжирчик в небольшом виде завел. Какая красота. Это просто удивительная красота. Удивительного цвета листья. Да, видите, какая роскошь. Абсолютно белые есть листья даже. Белые, зеленые, с различными оттенками зеленого. Посмотрите, как такое можно создать. Я просто поражаюсь. Поражаюсь природе и ее творением. Хотя, возможно, это чудо-селекция. Но все-таки. Посмотрите, даже плодики у него, маленькие инжирчики, они варегатные. Вы видите? Даже маленькие инжирятки варегатные у него растут. Снова этот панданус со своей мощнейшей корневой. Как трубы, воткнутые в землю, торчат эти корни. Посмотрите на них, какие корни нереальные, да? Очень своеобразно. Кротоны, аллейка из кротонов подстриженных. Знаете, как красиво. Кстати, неплохо они себя чувствуют на природе. Часто я вижу, перед домами их высаживают у нас. И удивительно хорошо они себя чувствуют и прекрасно растут на палящем солнце. Вот такое тоже алоэ необычное. Посмотрите, какая у него форма. Напоминает чем-то гастерии, да? Именно по форме роста. Не стволов, а именно листовых этих пластин, собранных как будто бы тагастерии. Вот такое алоэ. Своеобразный. Эти аллейки еще. И тут есть зона небольшая с прудиками. Кстати, посмотрите, какие красивые здесь бегонии. Смотрите, год 1795 конструкции создания этого места. Посмотрите, какие красивые бегонии. Огромнейшие листья. Тоже стоят на очень ярком солнце. Рядом с водоемом. Высоченная влажность воздуха здесь везде в целом. И чувствуют себя прекрасно. Посмотрите, какие роскошные кусты. И буквально на минутку мы заглянем. Ничего особенного здесь не было. На этот прудик здесь большое количество водных растений. Различные лилии, да? Может быть, даже какие-то лотосы здесь растут, цветут. К сожалению, подобраться к ним невозможно близко. Но вы можете видеть в воде вот цветочки, да? Различные. Тоже такой прудик. С этими чуть-чуть я постараюсь приблизить вам, чтобы вы могли разглядеть. Вот так выглядят цветы. Красивые. Но ничего особенного, кроме этих цветов, я здесь не заметил. Поэтому сильно задерживаться здесь не будем. И будем спускаться и потихонечку нашу экскурсию заканчивать. Сам не заметил, как пролетели почти 40 минут видео. Долго я не мог к нему подступиться. Потому что все никак не доходили руки. Либо какие-нибудь постоянные посторонние шумы. Друзья, я надеюсь, в этот раз было не сильно шумно смотреть это видео. Потому что иногда очень сложно найти момент, чтобы записать голос. Вот тоже красота. Видите, как красиво и очень и очень зелено. Как всегда, при желании можно останавливать кадр, если вам что-то нужно рассмотреть. Вот снова, посмотрите, какая красивейшая зеланика. Просто идеальная. Молодые листья, вы видите, посмотрите, практически белые. Да? Нереальной высоты. Очень и очень красивое растение. Кстати, возможно, это не зеланика, а винтергрин. Сорт. Почему-то мне закралось такое сомнение сейчас, глядя на нее. А, вот, кстати, какой асплениум тоже. Посмотрите, какая мощь. Асплениумчики, да, которые мы тоже привыкли видеть. В небольших размерах, в небольших горшочках вот такой он здесь произрастает. И вот здесь еще вы можете видеть с левой стороны тоже два огромных куста асплениума. Здесь себя прекрасно чувствуют и очень красиво выглядят. Посмотрите, какая роскошь и какая мощь. Правда, друзья? Потрясающе. Ну все, на этом, на этих асплениумах я, пожалуй, буду завершать мою экскурсию. Надеюсь, она была интересной. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь при желании на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Nico and Jungle. Если кто не знает, как написать, подписывайтесь на мой инстаграм.